Вы смотрите отзыв об отеле Селина. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Волтвер, который был в нем в 2017 году. Скопирую сюда информацию об отеле из своего отзыва про отдых в Сузополе. Состав отдыхающих я с мужем и сыном 11 лет, моя старшая сестра и пожилая мама. Отель выбирали на один линии центрального пляжа, из-за близости к старому городу и центру курорта. Выбирала между кораллом, вычеркнула из-за длинной лестницы к пляжу, виллы Лист и Селены. По отзывам остановились на последнем. Конечно, в выборе отеля в первую очередь подбирали удобный для мамы. Меня с семьей устроил бы и более скромный вариант, прогуливаясь по городу заприметили много симпатичных вилл и гостевых домов. Уже в апреле Селена на наши даты значилась на бутинге как распроданная. Написала два письма в отель с просьбой о бронировании, заполнила несколько онлайн-форм бронирования на официальном сайте и тишина. Ни ответа ни привета. Не знаю, что это было, но решила больше не связываться, и в прямом, и в переносном смысле, и заказать номер для мамы с сестрой в дельте, где и покупала свой турпакет. Тем более цена за номер у туроператора не отличалась от цены, указанной на сайте Селены. Пара слов о туроператоре. Цена по раннему бронированию в дельте на наш отель оказалась самой выгодной, перелет болгарскими авиалиниями радовал. На тот момент тур забронировала онлайн на сайте, все вопросы оперативно решались менеджерам в переписке, оплата картой тоже онлайн. Документы прислали перед поездкой, страховку мужа для оформления визы прислали по первой просьбе. Сервис понравился, удобно, не вставая с дивана. Сестре и маме первоначально забронировало 11 ночей, как и нам, но потом выяснилось, что чартеры из Израиля продают строго на неделю. А при увеличении срока поездки хотя бы на один день, стоимость билетов возрастает в двух раза. Решили, что четыре ночи не стоят такой переплаты и перебронировали отель на семь ночей. В дельте изменения подтвердили за один день, никаких штрафных санкций не последовало. Все быстро и просто. В переписке с менеджером попросила номера на одном этаже и как можно выше, все наши пожелания в отель передали и учли. Отель, в отеле мы были в 10 утра, нам повезло, что в тот день работала администратор Тани, которая прекрасно говорила по-русски. Проверила нашу бронь, сказала, что номера у нас будут на три этаже, и заселение традиционно в 14. Мы к этому были готовы, еще дома сложила сумку с пляжными принадлежностями. Поставили вещи в небольшую комнату склад, переоделись, сходили в ближайший банк обменять деньги и позавтракали блинчиками от Елены напротив нашего отеля. Спустились к пляжу, расположились под зонтом и до обеда провели там время. После бессонной ночи и перелета, я уснула на теплом песочке так, что даже поспала приход Бич Боя за оплатой зонта. Вернее, сквозь сон я слышала звук, будто кто-то трясет жестяной копилкой с мелочью, но решила, что это дети поблизости играют. Ну а Бич Боя по моему храпу понял, что лучше подойти попозже, стоимость зонтов и шезлонгов на центральном пляже 7 лева за предмет. В 14.00 мы получили ключи от номера 303 и заселились. Родственников через два дня ждал такой же номер, только в другом конце коридора, 313. Я не догадалась фотографировать номер сразу при заселении, когда все чисто свежо и без беспорядка, но он соответствовал фотографиям с официального сайта, и даже показался лучше. Фотографировала буквально в последний момент, когда мы освобождали номер и выносили чемоданы, поэтому сразу извиняюсь за беспорядок. В номере новая мебель, два кровати с общим изголовьем, два тумбочки, круглый журнальный столик, диван-кровать в качестве дополнительного спального места, столик с зеркалом, мини-холодильник и современный телевизор с плоским краном и разъемом вуз. Кабельное телевидение на 90 или больше каналов, много на русском языке. Мы особо не смотрели, в качестве снотворного включали канал охоты и рыбалка, на полу в номере ковролин. Постельное белье белое, чистое, без дырок и пятен. Освещение три ночника, два над кроватями и один над телевизором. В комнате вечером такой уютный полумрак. Балкон с прекрасным видом на море, на балконе традиционно сушилка, берите прищепки с собой, пластиковые стулья и столик. Освещение на балконе включается автоматически вечером и также автоматически выключается часов в 11 или чуть позже. В следующий раз возьму с собой свечку, для большего уюта. В коридоре большой шкаф с полками для вещей и путяным отделением, в котором я насчитала аж 10 вешалок. Обычно их значительно меньшие вешалки для одежды я вожу с собой. Большое зеркало с крючками для верхней одежды и тумбой для багажа. Санузел порадовал отличной душевой кабиной, с нормальным подоном и плотно закрывающимися дверями. Наверное, наш первый отдых без душ после душа, на столешнице около раковины пузырьки с шампунем и гелем ядовито-прекрасного синего и бирюзового цветов. Есть типичный отильный фен. Запасы туалетной бумаги пополняли ежедневно. Кондиционер центральный, при открытом балконе не работает. Ключ от номера обычный, не карта. Электричество по карточкам, то есть надо вставить брелок от номера в разъем, чтобы включился кондиционер и свет. Как всегда, у нас с собой не особо нужная пластиковая дисконтная карта какого нить магазина, которая и торчит весь отдых в разъеме, обеспечивая бесперебойную работу кондиционера. Розетки в номере есть, я насчитала 4 штуки, одна из них под столом для холодильника, но при наличии разных девайсов, их недостаточно. Поэтому я всегда везу с собой тройник и большой сетевой фильтр с удлинителем. Уборка в номере нормальная, пепельницу моют, стакан из балкона тоже приносят и моют, пылесосят через раз. Я это замечала по выдернутому из розетки пилоту, пыль протирают, но без особого усердия, кое-кде к концу отдыха она была заметна. Из того, что нам было важно, полотенца меняли ежедневно, но и чаевые мы оставляли также каждый день. Может без них полотенца меняли бы по заведенному графику раз в три дня. Постельное белье тоже меняли довольно часто. Горничные приятные и ненавязчивые, если заходили до нашего ухода на пляж, извинялись и приходили позже. Иногда успевали убраться за время завтрака. В общем коридоре стояла гладильная доска и утюг. В отеле есть совсем небольшой, но довольно глубокий, 1,40 бассейн или гушатник для детей, терраса с шезлонгами и зонтами, там же бар. Бассейн находится на уровне 0 этажа, выход к пляжу и ресторан на минус 2. Когда я смотрела фотографии, не хотелось жить над рестораном или на 0 этажа у бассейна, поэтому и просила этаж повыше. Балконы 0 этажа выходят на террасу с лежащими телами, не очень уютно. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok